Время не стоит на месте и уже многие профессии, где когда-то казалось без человеческого фактора не обойтись, прогрессируют и на смену людям потихоньку приходит техника. Вот и в Брестском Карибельском музее взяли на работу робота Мирошу. Стоит отметить, что этот искусственный интеллект проводил свою дебютную экскурсию для жителей Бреста еще 28 января. И тогда он отлично себя зарекомендовал. Земли княжества постоянно подвергались наводению при царе Тевтонского ордена в декабре 1409 года. В Берестийском замке состоялась встреча польского короля Югала и великого князя Литурского Виитовта. Это была, можно сказать, неофициальная презентация. Сегодня уже подписан соответствующий договор о сотрудничестве между Краеведческим музеем и Брестским государственным техническим университетом. Пока что робот может провести посетителей по истории региона только под трем экспозициям. Но авторы в будущем планируют запрограммировать Мирошу, чтобы он мог охватить всю территорию Краеведческого музея. Мы заезжаем, допустим, вот в это помещение, сканируем его с помощью лазеров. Потом сами вручную уже добавляем какие-то точки, что-то убираем. И задаем ему текст в определенных целях, так сказать. Ну, а не с английского просто. Ну, в точку, да. И там он уже приезжает сам и рассказывает экскурсию здесь. План на будущее – это реализовать полную карту Краеведческого музея, чтобы робот мог по всем залам проводить. То, что робот Мироша официально может проводить экскурсии в Брестском Краеведческом музее, говорит о том, что коллектив музея креативен. В то же время представители Брестского технического университета всегда рады откликнуться на интересное предложение. Тем более, когда речь идет о больших проектах, которые непосредственно могут помочь реализоваться студентам. У них есть возможность реализовать свою мечту. Таким образом, написав программу, мы сегодня работаем с Краеведческим музеем. Очень приятно, что именно наш университет задействован в этой программе, потому что ребята не только осваивают свою будущую специальность, они прикасаются к истории своей родины. Потому что Краеведческий музей – это история нашего родного края. Это все, что происходило на Брестской земле, и они, тем не менее, соприкасаются вот с этими историческими моментами. И, наверное, тем более, это еще очень приятно, что происходит в год исторической памяти. Стоит отметить, что робот Мироша – это лишь часть большой работы по информатизации музейного дела. Вскоре у него появится виртуальный помощник и друг – кот-музейка. На платформе социальных сетей он будет отвечать на самые популярные вопросы. К слову, фонды Брестского областного краеведческого музея насчитывают более 175 тысяч предметов, представляющих историческую ценность. Александр Богданович, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, телекомпания Бук-ТВ.